Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, Святая Церковь прославляет память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, вознося сугубые молитвы о нашем предстоятеле, ныне Тезаименитом Святейшем Патриархе Кирилле, предлагая для нашего назидания отрывок из Евангелия от Матфея, глава 5, стихи с 14 по 19, а также рядовое евангельское чтение от Иоанна, глава 6, стихи с 48 по 54. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Рече Господь, ко пришедшим к Нему Иудеум, аз есим хлеб животный, отцы ваши я до шаманну в пустыне и умроша. Сей ес хлеб, сходя из небесе, да аще кто от него яс не умрет. Аз есим хлеб животный, и же сшеды с небесе. Аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки. И хлеб его же аз дам, плоть моя есть, и же аз дам за живот мира. Пряхуся же между собой жидови, глаголюще, как а может сей нам дати плоть свою ясти. Рече же имя Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам. Аще не снести плоти сына человеческого, не пиете крови его, живота не имате в себе. Яды мою плоть, и пияй мою кровь, и мать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям. Я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб жизни, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что он требует от них веры в его божественное предназначение, Спаситель снова говорит о том, что только вера в него дает вечную жизнь и спасение. Я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Следовательно, здесь Христос хочет сказать только, что вкушение истинного небесного хлеба дает человеку возможность после смерти воскреснуть к вечной жизни. Александр Павлович Лопухин замечает, отсюда можно заключить, что и слово Христа о странствовавших в Синайской пустыне евреях, что они умерли. По преимуществу означает то, что они умерли духовно, что вкушение манны само по себе не дало им возможность вступить с Богом в такое тесное общение, которое бы продолжилось и после их смерти. Умерши телесно, они за гробом не вошли в вечную блаженную жизнь и со временем не получат блаженства. Еще более ясно и определенно говорит Господь далее. «Я, хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек». Кто будет есть этот хлеб, тот будет жить вовек. То есть такой человек и теперь живет настоящей жизнью и будет продолжать жить, несмотря на то, что душа его по смерти разлучится с телом. И тут же Господь, подразумевая свою предстоящую крестную смерть на Голгофе, во искупление грехов всего человечества, добавляет. «Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». В своем труде очерк православного догматического богословия протеерей Николай Малиновский поясняет. В этих словах Христос представляет плоть свою, человечество свое, с одной стороны, как искупительную жертву за мир, с другой, как пищу, дающую верующим живот вечный. Здесь, таким образом, дается самое ясное обетование, касательное Евхаристии. «В ней верующие будут вкушать самую плоть Христа или самое тело Его». Иудеи же, понимая слова Господа буквально, пришли в недоумение и стали спорить между собою, говоря, как Он может дать нам есть плоть Свою. Они поняли слова Христа в том смысле, что Он обещает отдать им на съедение Свою живую плоть, Своё тело в настоящем Его виде и состоянии, а потому между ними произошел спор. Но Господь, желая пресечь их спор, подкрепляет уже высказанную мысль словами. «Если не будете есть плоть и Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Здесь Господь уже во всей полноте и ясности раскрывает Своё учение о необходимости причащения Его тела и крови для спасения. Ветхозаветная Пасха была не только радостной трапезой, но и жертвой, ибо пасхальный агнец приносится в жертву Богу. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. Такое объяснение при вкушении агнеца должны были давать отцы своим детям относительно крови на перекладине и косяках домов в ночь выхода евреев из Египта. На пасхальной вечере эту кровь символически заменяли вином. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Так как пасхальный агнец являлся прообразом Христа, как и избавление от египетского ига послужило прообразом искупления мира, то в словах Христа о том, что для вечной жизни необходимо есть плоть его и пить кровь его, надо видеть замену ветхозаветного агнца плотью Христовой и символического вина кровью его». Это и есть новая Пасха, которую Господь пророчески изображает в беседе. Смысл слов Христа, дорогие братья и сестры, заключается в следующем. «Кто хочет уразуметь искупление, совершаемое Христом в его крестной смерти, тот должен вкушать его плоть и пить его кровь». Тело и кровь Христовы дают самое тесное внутреннее общение с Господом, соединение с Ним, полагая началу внутреннему преображению и освящению души. Нам же следует помнить, что для спасения недостаточно только верить во Христа, но нужно соединиться с Ним, пребывая в Нем, дабы и Он пребывал в нас, что и достигается посредством таинства причащения тела и крови Христовых. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok